Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами сегодня Ольга Дуброва, и мы с вами поговорим о том, как укрывать, стоит ли укрывать, кого укрывать, кого не укрывать на зиму. Наверное, каждый для себя уже определился, что он делает со своими любимыми растениями. Кто-то знает особенные хитрости укрытия в своем регионе. Ну, я попробую рассказать. Здесь, может быть, новички нас слушают, а может быть, кто-то что-то узнает новое, потому что приемов укрытия и материалов, которыми укрывают, большое множество, и у каждого есть свой любимый. Хочу начать издалека. Издалека такого, что, конечно, когда вы приобретаете растения, многие уже знают, я об этом говорила, интересуются о его природе, о том, из каких мест оно произошло. Но хочу закинуть еще дальше ваши мысли. Хочу рассказать о таком интересном и очень нужном для тех, кто приобретает и привозит на свой участок или в свой мини-сад новые растения. То есть он занимается такой частной интродукцией, говоря ботаническим языком. Я хочу рассказать о зонах морозостойкости. Снова не обошлось тут без американцев. Еще в далеком прошлом веке американский ученый разработал систему такую для именно США. Называется она по-простому в обиходе, звучит U-S-D-A. Это означает, что впоследствии, кроме самого великого дендролога Реддер, его фамилия была, затем подсоединилось Министерство сельского хозяйства Америки, и они разработали такую систему. Мы понимаем, что не всегда средняя температура за зиму или средняя температура за весь, допустим, период вегетационный влияет на выживаемость растений в зимний период или вообще на выживаемость растений в данной зоне. Система эта базируется на том, что все-таки единичные, очень сильные морозы влияют на выживаемость растений в данной зоне. Доработанная эта система, она была в дальнейшем модифицирована как для Европы, так и для территории России, благодаря российским ученым. И базовая эта система делится на 10 зон от нуля, извиняюсь, на 12 зон от нуля до 12. Ноль – это самые минимальные температуры, взятые средние, минимумы. И 12, естественно, что самые высокие температуры. Поэтому иногда производители на этикеточках указывают зона 5, допустим, А или просто зона 6. О чем это вам говорит? Определитесь для себя, в какой зоне вы проживаете. Я проживаю в Беларуси в зоне 5, 5, А. Поэтому те растения, которые способны выживать в зоне 6, 7, я могу их привлечь и с успехом выращивать с легким укрытием в своем саду. Вот это сигналит мне и должно просигналить вам, что необходимо делать укрытие. Средняя полоса России также относится к 5-й зоне морозоустойчивости. Ну и дальше различные регионы имеют свой номер по данной классификации. Вот на что надо обращать внимание. Поэтому, если вы проживаете в 4-й, в 3-й, в 5-й зоне, а приобретаете или хотите приобрести растение, на котором написано 7-8, то, наверное, не стоит его приобретать. Потому что вы, во-первых, столкнетесь с рядом трудностей и зачастую разочарованием. Поэтому разбежка между местом вашего проживания и зоной, которые указаны на этикетке, не должна составлять больше 2-3 единиц. Это говорит о том, что мы будем непременно растение укрывать. Ну, ближе к нашему периоду. Что мы должны сейчас сделать, на что обратить внимание. Многие растения, в принципе, зимуют. Но они, конечно же, приобретены, привезены, привлечены из теплых стран. Сзади у меня еще цветет книфофия, которая уроженка Африки. Поэтому не везде она, даже и в наших зонах, не везде удается ее выращивать, сохранять ее не период в открытом грунте. Но мы стараемся, и у нас это получается. Книфофия вечно зеленая. Поэтому рекомендуется листву не обрезать, а собрать ее пучком. Мы ее соберем, чтобы туда не проникала лишняя влага. Завяжем. Так сохранится серединка. Вокруг мы замульчируем торфом. Летом даже рекомендуется вокруг раскладывать гальку темного цвета или камешки какие-то гранитные темного цвета. Тогда они накапливают тепло за день, и затем в ночной период отдают. Или точно так же в осенний период. Они накапливают тепло, и как можно дольше растение у нас сохраняется в бодром цветущем состоянии. Замульчировали. Теперь мы здесь сверху можем обмотать либо спонбондом, либо подвернуть краешек и укрыть пленкой. Но снова же оставить обязательно отверстие для вентиляции, чтобы не было там выпривания. Весной мы смотрим по погоде. Когда мы проводим уже разворачивание. Снимаем все постепенно. Если у нас здесь, допустим, приставлены несколько еловых лапочек, то сначала мы снимаем пленку либо спонбонд, потом оставляем под лапками, а затем уже, когда мы видим, что наступает устойчивое тепло, мы и удаляем лапки. И в весенний период мы немножко от корней, от основания уберем наше мульчирование. А сейчас мы оставим таким образом. Те растения, которые уходят в зиму с листвой, например, баданы, либо другие лиственные растения, у которых листва жесткая и сохраняется на зиму, не следует ее обрезать и не следует ее укрывать. Благодаря своей фактуре уже будет под снегом создаваться такая воздушная прослойка, которая не будет позволять промерзнуть корневой системе. Эти растения устойчивые, и благодаря таким формам и запасающим веществам, и работе корневой системы, системы в зимний период, они сохраняются. Ничего с ними делать не надо. Конечно, мы уже убрали из грунта те растения, которые ни в коем случае не зимуют. Всякие клубневые, корневищные растения, такие как георгены, каны, как бы вы их ни укрывали, они зимой в нашем климате не сохранятся. Это очень теплолюбивые растения. Многие растения вроде бы во взрослом состоянии и хорошо переносят зимовку, такие как пион, лилейник, те же луковичные, нарциссы, тюльпаны. Но если растение молодое, либо сорт очень уж современный, очень уж модный, того же лилейника, и растение очень молоденькое, то мы должны его хотя бы слегка замульчировать. Так будет надежнее. Некоторые виды лилий, у которых луковички расположены близко к поверхности почвы, особенно это касается, если не касаться сортов и видов, то можно сориентироваться так, что лилии с белыми цветками. У них, как правило, луковица находится близко к поверхности почвы. Даже достаточно пальчиком пошевелить, и она уже тут, уже под пальчиком. Конечно, следует сделать сухое мульчирование сантиметров 3-5, чем я остановлюсь позже. Молодые посадки флоксов, молодые посадки даже хвойных растений, которые вроде бы во взрослом состоянии замечательно зимуют, но их все-таки следует немножко замульчировать. Ну, то, что касается рост, тут, мне кажется, уже все специалисты за столетия разведения этой красавицы культуры, и кто как укрывает в своем климате. Это тоже дело каждого. Я считаю, что надо для себя выработать какую-то систему укрытия методом проб и ошибок. Простейшее укрытие – это присыпать либо компостом сухим, либо торфом сухим. Лучше всего, конечно, укрытие лапником. Проводились даже исследования и в средней полосе России в 30-ти градусный мороз под лапником, присыпанным сверху листвой. Температура составляла всего лишь минус 5 градусов, что для розы совершенно не страшно. Ну, особенность лапника такова, что происходит постоянное проветривание, не происходит застоя воздуха, не задерживаются, естественно, различные болезнетворные микроорганизмы. И когда на улице оттепель, то снова же под лапником температура будет, допустим, оттепель составляет 0 градусов, там или плюс 5, такая же температура будет и под лапником. То есть лапник – такая природная форма укрытия, которая позволяет розам или другим растениям очень хорошо, комфортно себя чувствовать. То есть растение в процессе адаптируется мягко к внешним условиям неблагоприятным. Хризантемы следует присыпать, несмотря на то, что хризантемы, которые остаются в средней полосе, это хризантема корейская, индийскую я вообще не рассматриваю, потому что, возможно, зимовка только в южных регионах наших просторов. Хризантема корейская обрезается до уровня почвы и укрывается либо листвой сухой, либо лапником тем же. Ни в коем случае никакие культуры не следует укрывать соломой, потому что это будет рай для мышей. Они просто совьют себе гнезда и построят дворцы. И когда кончатся у них запасы пищи, они начнут вредить вашим растениям. Что касается примул, то те же мышки очень любят выгрызать сочную серединку. Поэтому примулы следует к зиме. Мы помним, что у них несколько оголяются корневища подсыпать компостом, либо торфом и укрыть лапником. Мышки не любят колючие лапки, и поэтому процентов 90, что они не выгрызают эти сочные вкусные серединки. Какие растения мы с вами еще не охватили? Что касается злаков. Злаки многолетние. Можно оставить вообще на зиму. Они сами разберутся, что им делать, потому что все они растения, несмотря на то, что сорта, но это растения природной флоры и очень адаптированы к непростым условиям зимы. Поэтому лучше оставить как есть. Во-первых, та масса листвы, которая наросла, она будет задерживать снег как для самих злаков, так и для соседних растений. И снова же необрезанные листва и красивые метелочки будут очень красиво, живописно колыхаться на ветру и создавать такое романтическое настроение, что тоже немаловажно для нас. Очень много споров по тому, зимует ли манбреция. Снова же все зависит от местных условий, от того, какая почва, какая солнечная экспозиция. Всегда надо пробовать. Для манбреции можно попробовать сухое укрытие. Я вам сейчас примерно вот такое укрытие покажу. И поэтому вот в моей зоне в Беларуси манбреция вполне себе перезимовывает и нарастает ежегодно, расширяет свою площадь произрастания. Вот наша манбреция. Даже она попыталась, пыталась завязать плодики. Значит, мы ее обрезаем. Не стоит никакие культуры накрывать своими же обрезанными остатками. Иногда цветоводы, садоводы с удовольствием рассказывают о том, как они обрезали астру кустарниковую или флоксы и сделали вот так на нее на свою астру либо флоксы, либо хризантемы. Во-первых, все эти культуры сильно поражаются мычнистой росой. На хризантеме любит жить тля либо клещик. Поэтому ни в коем случае растительные остатки не должны идти у нас как укрытие. Потому что они мало того, что сами пораженные, так еще под укрытием размножится к весне еще больше. Здесь у нас в принципе чисто. Если засоренные сорняки мы убираем, чтобы не было растительных остатков, которые в процессе могут загнить. То есть они зеленые и под нашей мульчой, под нашим укрытием они будут загнивать, отмирая. Мы сделаем укрытие торфиком. Достаточно вот такого слоя. Пусть он остается горочкой. можно сделать сухое укрытие, у вас позволяет ваше средство и есть под рукой, чем сделать сухое укрытие. для этого можно опрокинуть ящик, либо сделать какой-то каркас из проволочек, прутьев, либо арматуры, колышков, обтянуть его спонбондом, либо другим нетканым материалом и сверху накрыть пленкой. Мы накрываем ящиком. Ветер его, я надеюсь, не унесет. И сверху можно прикрыть пленочкой, для того, чтобы туда не проникала влага. Пленочку мы закрепим по углам, но при этом вот эти торцевые части должны оставаться свободными, чтобы происходила вентиляция, чтобы не было там загнивания, когда будут периоды оттепелей. Гейхера имеет свойство наращивать стебель, то есть в нижней части он немножко так вот дряхлеет и выпирает над поверхностью почвы. Можно это проделать и весной выбрать всю эту сухую часть. Можно осенью и подсыпать сюда немножко торфа, либо питательного грунта, либо достаточно будет опилок. Чем хорошо компост или торф, тем, что весной как только начнет таять снег, это будет способствовать раннему питанию. Свежая почва всегда содержит какие-то питательные вещества, которые уже в зоне корней в процессе роста в предыдущие годы растение все исчерпало. Ну, а опилки сохранят вот эту оголившуюся часть от подмерзания. И тогда мы можем не делить еще на следующий год, а продлить таким образом существование. Ну, что стало с тассильбой к этой поре. Мы ее уже обрезали, потому что она была совершенно уже не декоративная. убираем остаточки, отгребаем от корней, чтобы не было лишнего питания для всяких бактерий и грибов. Вот обрезаем на такой высоте. Ниже не надо и выше не имеет смысла оставлять, потому что все равно в следующем году они не играют никакой абсолютно роли. Отсюда вырастут новые побеги, новые цветоносы. Если посадка это посадки еще достаточно молодые, остильба тоже имеет свойство со временем выпирать над поверхностью почвы, поэтому если мы видим, что растение сильно поднялось над уровнем почвы, мы тоже подсыпаем либо компостом каким-нибудь, либо торфом или опилочками. Опилки в следующем году будут служить защитой от излишнего разрастания сорняков и, конечно же, сохранять влагу, которую Сильва также любит. Мы не коснулись с вами скользь через тюльпаны луковичных. Что касается обычных посадок, которые посажены луковичные в срок, то, конечно же, их можно и не укрывать и ничем не мульчировать. Но если вы запоздали с посадками и посадили где-нибудь в ноябре месяце, когда уже предполагаются заморозки, то лучше, конечно, сверху замульчировать, потому что надо дать возможность луковицы укорениться. Ведь мы сажали ее еще без корешков. А за период, когда мы посадили вовремя, до морозного периода, уже растение укоренилось, поэтому все процессы защитные пошли, и укрыться сверху не требуется. Оно само себя защищает. Сильно укутываясь луковичные не надо, достаточно будет слоя мульчи 2-3 сантиметра, это могут быть опилки, это может быть сухой торф. Раз я произнесла опилки, то поговорим два слова про опилки. Некоторые утверждают, что опилки использовать очень плохо, потому что они намокают и потом все там выпривает. Ну, история с укрытием вообще такова, что надо всегда быть на чеку и быть готовым к тому, что что-то может пойти не так. То есть надо внимательно присматриваться к своим действиям и делать какие-то выводы из того, что получилось либо не получилось. Если ваши опилки сухие, они заготовлены и стоят где-то под навесом, то есть они не замокают в результате осадков и мы ими что-то присыпаем, то все проходит замечательно. Они тогда что-то впитают, что-то не впитают и вообще всякое укрытие для относительно морозостойких, например, как роза, потому что первые заморозки минус 3, минус 5 градусов, они не вредят этой культуре. Она еще продолжает даже раскрывать свои, казалось бы, закрывшиеся бутоны, но последующая оттепель позволяет ей снова прийти в себя. И когда уже наступают устойчивые заморозки, когда поверхность почвенная покрывается морозной корочкой, мы тогда приступаем к мульчированию либо укрытию. Это то, что касается кустарников, либо таких культур, как луковичные и иже с ними. Ну вот мы видим здесь молодые посадки пионов. Они еще сидят почки глубоко в земле, поэтому с ними ничего делать не надо. Пион замечательно выносит низкие температуры и перепады и даже такие провалы морозные по 30 градусов. Если посадки пионов старые и почки уже практически кверху поднялись, то тогда на зиму можно присыпать либо перегноем, либо торфом и осенью не забыть убрать от почек лишний перегной, который остался плотной кучкой сверху. Тоже касается и посадок двулетников. В этом году они сформировали у нас розетку листьев. В следующем году они зацветут. Здесь вот уже заложена цветочная почечка. Это компанула средняя, компанула медиум, колокольчик средний. Можем так его назвать. На всякий случай мы, так как посадки пересадка была на постоянное место проведена не так уж давно, мы для страховки присыпем сухими опилками. Какой фракции они будут и какой породы особого значения не имеет. Здесь наша главная задача укрыть, утеплить корневую систему. Мы не сильно сантиметра два присыпаем. Что касается других двулетников, например, гвоздика турецкая или гвоздика бородатая. Она тоже имеет свойство в сильные заморозки немного поражаться и терять к весне свою декоративность. Поэтому гвоздику можно прикрыть листвой, припорошить. Не надо сделать над ней большую кучу, высыпать ведрами, припорошить сверху. Листики сами забьются и сделают свою утепляющую работу. Вот такая краткая экскурсия по нашим всенепременным работам перед зимой в наших садах. Главное отсюда вынести такой урок. Не переутеплить, не забыть кого-то укрыть, смотреть по погоде и весною, тоже поглядывать на градусник и думать о том, чтобы наши растения не выпрели. Но это уже другая история. До новых встреч, всего наилучшего! Редактор субтитров А.Семкин